МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вы смотрите страшные, очень страшные истории. Поэтому прямо сейчас слабонервным дайте увеличенную дозу попкорна или семечек, чтобы не нервничали. Морально нестойким мужчинам в нужных местах советуют прикрывать глаза, а женщинам уши. Особо любознательных держите крепче, чтобы не пытались повторять то, что будет сегодня происходить на экране. Итак, сегодня в наших страшных историях вы увидите. Ужасы дачного сезона. Как доехать до дачи и остаться в живых? Здесь мы не проедем, это уже точно. Размыло переправу. Убийственный урожай. Отравленная еда со своего огорода. Почва загрязнена не на годы, а на веках, даже тысячелетия. И куда бежать дачнику от научно-технического прогресса? Отдых на этой даче на самом деле превращается в некий изощренный вид пытки. Солнце, тишина и свежий воздух. Экологически чистые, выращенные своими руками овощи и фрукты. Благоухающие цветы. Так мы представляем себе любимую дачу. У нас тут грядочка клубнички. Тепличка с помидорчиками и перчики. А здесь у нас огурчики. Нам, уставшим от городской суеты, дача кажется настоящим раем. Весной, летом и осенью мы стремимся попасть туда хотя бы на денек. И вот затянут цветы, полюбишь девчонку утрен. И будешь гулять ты с ней вечером ты. А когда уйдет она, то останется навсегда. И все поймет, и тебя прости, только мама. Но добраться до рая не так-то просто. Знакомьтесь, это Антон. В соцсетях его можно найти под ником Волос. Каждый год на майские праздники Антон с друзьями едет на дачу. Если из мегаполиса не выезжать в какую-то вот такую дичь, то можно сойти с ума. Вернее, пытается доехать. Потому что добраться до вожделенной Фазенды удается не всегда. Дороги, ведущие к его даче, большую часть года затоплены, разбиты и перерыты. Слушай, ну а ты когда забирал смерть? Ты не видел это? Куда ты смотрел? Я был настолько околдован, как и сейчас. Ну, чары, они же растворяются со временем. Ты знаешь? Смываются рекой. Ну, я, собственно, верю. Я все-таки позитивно мыслю, настроен позитивно. Да, да, да. Вот. И, собственно, придумываем какие-то пути. Ну и на новых путях внезапно появляются самые непредсказуемые препятствия. Ну, собственно, здесь мы не проедем. Это уже точно. Размыло переправу, такая маленькая речушка. Нет, здесь мы не проедем. И это не единственный случай. В интернете сотни роликов о том, с какими приключениями люди добираются до своих дач. Вот, мы едем на дачу. Вода переливается. Сейчас вам покажу, как мы едем. Потихонечку. Самое главное, чтобы мы туда вот проехали и назад повернулись. Чтобы вода больше не прошла. Какова она дорога на дачу? Кого можно встретить по пути? Мишки на дороге. Главное, чтобы мамка не вышла. Мишки. А ну, улыбнись. Мишка. Мишка. Миш, 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 Миш. Сиди. Есть ли риск не добраться до вожделенного гамака и остаться ночевать в чистом поле или в дремучем лесу? И почему фанаты шести соток готовы на любые риски, лишь бы попасть на дачу? Как только начинает припекать наше северное солнце, в крупных городах России наступает транспортный коллапс. С апреля по сентябрь трассы вокруг мегаполисов превращаются в плотные и практически неподвижные цепочки автомобилей. Пятничные пробки достигают 9 баллов. Причина банальна – начало дачного сезона. Полюбуйтесь, это самая длинная пробка в Москве. 15 мая 2008 года автомобили встали на 13 часов. Только представьте себе, что пробка растянулась на 68 километров. И это не единственный случай. Во время дачного сезона на городских магистралях российских мегаполисов транспортный коллапс. Это Тольятти. Вид сверху. А так выглядит та же самая пробка с полосы встречного движения. В Самаре дела не лучше. 1 августа 2017-го местные автомобилисты до сих пор вспоминают с ужасом. В Самаре сумасшедшие пробки просто. Это вообще невозможно выехать. По статистике, чтобы выехать из города, люди вынуждены стоять в пробках по несколько часов. Но потеря времени не самое страшное. Опасно другое. Люди теряют здоровье. Над газующими машинами висит плотный смог. В жаркий день он виден невооруженным глазом. В этой вязкой непрозрачной дымке вся таблица Менделеева. Вместе с экологами мы попытались выехать из города в пятницу вечером, а параллельно проверили качество воздуха, проведя инструментальные замеры уровня угарного газа. Даже видавший виды специалист был в шоке. Впрочем, смотрите сами. Итак, мы въехали в Лефортовский тоннель, и концентрация угарного газа начала постепенно подниматься. На въезде концентрация была около 5 миллиграмм на кубический метр воздуха. Сейчас она скачет где-то 7-8, но, в принципе, уже по мере движения подскакивала и до 10. И это только начало. Обратите внимание на прибор. Уровень СО в медленно движущемся потоке машин стремительно растет. Вы слышите звуковой сигнал. Предельно допустимая концентрация СО превышена. На дисплее цифры 32, 33, 36, и вот уже 42 миллиграмма на кубический метр. Обратите внимание, что мы делаем замеры внутри автомобиля. А это значит, что воздух проходит сложную систему очистки, прежде чем попасть в салон. Даже современные фильтры не справляются с загрязнением. Вы видите, что нормы угарного газа превышены в несколько раз, и находиться внутри автомобиля опасно. Страшно себе представить, какая концентрация смертельно опасного газа в этот момент за бортом. Чем же опасен угарный газ? Окись углерода или угарный газ не имеет ни цвета, ни запаха. Однако концентрация всего в 1% для человека является фатальной. Меньшие дозы сразу не убивают, но здоровье портят сильно. Вы стали чаще простужаться. Появились признаки аллергии? Кашляете? Быстро устаете? У вас часто болит голова? Всё это может быть симптомом отравления в автомобиле, утверждают врачи. Кратковременное воздействие угарного газа таково, что в крови образуется особое стойкое соединение – карбоксигемоглобин, которое препятствует переносу кислорода к клеткам. В результате сердечно-сосудистая система работает с повышенной нагрузкой, а ткани мозга испытывают кислородное голодание. Первые симптомы – тошнота и головокружение. Большие концентрации обезвоживают человека и приводят к летальному исходу. Маленькие, но постоянные – именно такие дозы мы получаем, стоя в автомобильных пробках – нарушают обменные процессы. Сердце начинает барахлить, воздуха не хватает, а там и до больницы недалеко. Автомобильный смог сегодня является главным экологическим бедствием любого большого города. Мегаполис – что это такое? Массовый выхлоп автомобилей, заводских труб, загрязнение окружающей среды, химическое загрязнение, посев буквально, облака садятся на землю. А что в этих облаках? Микроэлементы – вся таблица Менделеева. В воздухе может оказаться всё – от сероводорода до паров ртути. Причём концентрация опасных токсинов повышается всегда внезапно. Трудно поверить, что в Москве самый грязный воздух – в Александровском саду Кремля. Недавно экологи нашли в нём нафталин, фенатрин, антрацент и другие отходы нефтяной промышленности. Откуда в центре Москвы взялись эти вещества? Говорят, ветер приносит. Однако экологи уточняют, что промышленные предприятия загрязняют городской воздух лишь на 10%. Остальные – 90%. Автомобильные выхлопы. Мы все страдаем от нехватки чистого воздуха. Поэтому многие стремятся покинуть город при первой же возможности. Весь год меня сюда тянет, потому что в мегаполисе очень всё стрессово, жёстко, душно и быстро. А здесь совсем другая реальность. Лес, поля, птицы, звери, тишина, речка. Чтобы добраться до дачи, Антон должен проехать более 100 километров. Но даже когда преодолены все пробки на выезде из города и многокилометровый путь по трассе тоже позади, гарантий попасть на дачу нет никаких. 20 километров по грунтовой дороге – это не шутка, а испытание. К дачному дому ведёт вот такая типично русская дорога. И не думайте, что путь лежит через чистое поле. Перед вами дорога, которая имеет все необходимые статусы. И даже в это трудно поверить, обозначена на карте. Это автомобильная дорога. Статус имеет автомобильные дороги. Приезжаешь до начала такой дороги, проезжаешь километр, застреваешь и едешь назад. Но всё равно сюда тянет, и я сдаваться не намерен. Обычная поездка на дачу становится приключением в стиле оффроуд. Преодолевать опасные участки пути приходится с разгона, рискуя увязнуть по самую крышу. Здесь нужно, мне кажется, немножко газкота подать. Вот так вот, поехали, ребята. Вот так вот. Опа! И прём дальше. Прём-прём-прём. Здесь вот можно 60 идти. Хоп-хоп-хоп. Настоящий дачник должен быть готов к любым испытаниям. Многих спасает тюнинг. Но не всегда. По весне горожане добираются до дач как могут и даже пересаживаются с четырёх колёс на два. Впрочем, настоящим дачникам топи, болота и разливы рек не помех. И если вы увидите вот такую картину, знайте, это не спортивные соревнования. Просто пришла пора сажать картошку. Принято считать, что о нашем здоровье современная медицина знает всё. Однако при ближайшем рассмотрении выясняется, что мы порой не понимаем даже элементарных вещей. Так вот, специально, чтобы ответить на многочисленные вопросы про здоровье, которые приходят в адрес нашей программы, мы с известным доктором, профессором Сергеем Бугновским, составили новую книгу. Она так и называется – «Мифы о здоровье». В ней мы разбираем самые популярные околомедицинские мифы. Зарядка после 40, например. Это хорошо или всё-таки уже не надо? Аспирин для сердца. Это реальная необходимость или рекламный трюк? Спину можно вылечить или мучайся всю жизнь? Книга не является медицинским справочником, но полагаю, что сильно поможет тем, кто хочет повысить своё качество жизни. Более подробную информацию на эту тему можно получить здесь. Весеннее половодье. Как добраться до дачи и остаться в живых? Разбили стекло от машины, спалили сцепление, до участка не доехали, попали на бабки, но чё-то провели время. Терпение и труд до больницы доведут. Минимум три месяца надо уже подготовки иметь, чтобы дача не сработала против здоровья. Большая вода приходит всегда неожиданно. 2013 год. Катастрофический паводок на Дальнем Востоке. Амур выходит из берегов. Затоплены огромные территории. Тысячи людей остались без крова. 2014 год. Тонет Бийск. В 2015 году Сочи. Горные реки сходят с ума и сносят всё, что построили люди. 2016-й. Выходит из берегов Дон. В дельте реки Потоп. Вода дошла и до Ростова-на-Дону. Я просто не знаю, куда плыть. Я прям не знаю, я стоп нету, отвечаю тебе. В 2017-м паводок на Волге. Посмотрите, что творилось в Ульяновске. 2018-й год. Взбунтовался Енисей. Алтайский край затоплен по самые крыши. Но если вы думаете, что паводки бывают только на больших реках, то сильно заблуждаетесь. Мелкие речки и речушки, пересыхающие летом, весной тоже превращаются в бурные потоки. Страдают от локального буйства стихии, прежде всего, дачники. Продается дача, кирпичный дом. Ну, так просто немножечко картошку поливали, кран забыли, закрыли. Это дачный поселок под Нижневартовском. А это дача под Курганом. Посмотрите, люди добираются до своих домов на лодках. Обычная подмосковная речушка, по меткому выражению людей, переплюйка. Летом ее и рекой-то не назовешь воды по колен. Машины проезжают прямо через брод. Весной ситуация совсем другая. Газой напрямую выходи! Газой! По весне опасны даже подземные ручьи. Посмотрите, во что они превращают грунтовые дороги. Подземная река идет по полю. Я думаю, что мы ее не преодолеем. Вот, начинаю утопать. Соответственно, и машина тоже. Вот. С разгона тут тоже не проехать. Поэтому будем искать пути объезда. Вот так преодолевают реки профессионалы. Но и у них получается не всегда. Рискнет ли наш обычный дачник Антон повторить такой трюк? Да, здесь тоже с разгончика не получится. Сядем конкретно здесь. Блин. Вот там уже все, нормальная дорога. Вон она, в кисти метрах. Вертолет бы нам. Вертолет. Голубая мечта каждого дачника. Ну или хотя бы летающее авто. Пока полюбоваться и помечтать можно, лишь скачав ролик в Ютубе. Потому что вертолета для дачника не предусмотрено. Но, говорят, скоро ситуация изменится. В Казахстане, например, вертолетное такси уже работает. В Европе люди давно летают на вертолетах. А в Америке на автосалоне был представлен даже не вертолет, а пассажирский дрон-беспилотник. Но все эти новинки техники от российских садоводов и дачников далеки. Здесь была некая переправа такая. Бревна были накиданы. Я так понимаю, их все смыло весной. А вот они, бревна, и лежат. На этой размытой переправе мечты Антона о дачном уикенде разбились в пух и прах. Неужели после четырех часов дороги придется несолоно хлебавши поворачивать назад? Это, так сказать, ключик. Возможно, этот участок. Материалы завались. О, ничего себе, бревно. Это? Это корыто. Корыто древнерусское. Век, наверное, второй, третий. Отчаившись, Антон начал строить мост. Ну, у нас уже что-то похоже. Еще немного. И будем пробовать. Но достроить так и не удалось. Когда плотина была почти готова, с поля раздался автомобильный сигнал. Неужели в грязи увяз еще один любитель дачного отдыха? Мне кажется, это приехал мой друг. Им надо идти его выручать. Просто он хочет тоже там купить землю. И он вечно со мной ездит, собственно. Пытается проехать. И если вы думаете, что вытащить машину из нашей российской грязи просто, то сильно ошибаетесь. Были испробованы все известные способы. Но автомобиль лишь глубже и основательней проваливался в землю. Похоже, сегодня не их день. Газуй! К вечеру друзья сдались и вызвали подмогу из ближайшего города. Сейчас нас будут вытаскивать, собственно, монстр автомобиль. Я сейчас чуть попробую подтянуть первый раз. Вы первые включили и так держите. Сейчас на излом идем, чтобы ничего у тебя не оторвалось. Я понял. Ну, это какая-то власть из чуда. Стой, 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 стой. В этот раз доехать до дачи Антону так и не удалось. Но настроения, как ни странно, у него прекрасны. День прошел огонь. Цель не достигнута наполовину. Но эмоции получены. Воспоминания на всю жизнь получены. Разбили стекло от машины. Спалили сцепление. До участка не доехали. Попали на бабки. Но отчетно провели время. Возвращаемся в Москву. А какие опасности подстерегают безлошадных дачников? Тех, кто добирается до своих фазент и лесных угодий на автобусах, маршрутках и электричках. Во всей стране в дачный сезон начинают циркулировать дополнительные маршруты. Казалось бы, все хорошо. Но и здесь есть свои сложности. Ведь путешествие на дачу превращается в настоящую борьбу за выживание. Люди, нагруженные сельскохозяйственным скарбом, сжимая в руках саженцы и рассаду, штурмом берут пригородные автобусы. Статистика неумолима. Многие получают серьезные травмы и даже увечья. Однако подавляющее большинство дачников уверено, есть за что страдать. Ведь отдых на природе укрепляет здоровье. Но мало кто знает, что это мим. Уезжая на природу, изнеженные горожане подвергают себя серьезному риску. Жизнь на даче полна экзотики и настоящего драйва. Только на российских дачах можно и расслабиться, и пообщаться с дикой природой. Вот наглец каков. Опять, поди, закопает придурок пушистым? Нет, жрет. К дачникам выходят не только медведи и лисы. В неурожайные годы, когда в лесу нет пропитания, около садовых участков можно встретить и лосей, и волков, и зайцев, и диких собак. Они выпрашивают еду у людей или роются в помойках. Если, например, они бы росли в дикой природе, им нечего было жрать. А помоек сколько? Сколько отбросов человеческих? Это опять-таки антропогенный, вредоносный, нерегулируемый фактор. Но только у нас. К сожалению. Но мало кто отдает себе отчет, насколько опасным может быть контакт с дикими животными. Они могут не только напасть, и таких случаев десятки, но и заразить неизлечимой болезнью. А таких общих для человека и животных более ста. Лисы переносят бешенство, медведи поголовно заражены трихинеллезом. Не менее опасны и насекомые. Здесь следует назвать прежде всего мух. Они переносят на своих лапках и хоботке болезнетворные микроорганизмы, возбудителей дизентерии, холеры, брюшного тифа, дифтерита. Особую опасность эти насекомые представляют вблизи лесных свалок мусор. Но это еще не все. Дачный отдых для современного горожанина порой становится серьезным физическим испытанием. Зачастую дачные работы превышают все возможные резервы организма, и даже у молодых людей наступают перегрузка и переутомление. Что уж говорить о пожилых. От жары и усталости обостряются сердечно-сосудистые заболевания. Но чаще всего дачников привозят в больницы с сорванными спинами. Доктор Вовновский говорит, к дачному сезону нужно готовиться заранее. Для копания нужны мышцы плечевого пояса. Человек должен регулярно отжиматься, подтягиваться, регулярно подчеркивать. Тогда копать лопатой ему будет не опасно. Минимум три месяца надо уже подготовки иметь, чтобы дача не сработала против здоровья. Но это еще не все. Здоровью дачников угрожает множество опасностей. Например, грибковые заболевания. Заражение плесневым грибком с тахиботрисом. Он обитает в почве на различных растительных субстрактах и на соломе. Приводит к образованию язв на языке и щеках, головным болям и головокружениям. Хлестнувшая по лицу ветка, зараженная спорами грибков, может привести к слепоте. А при контакте с землей, если на руках или на ногах были трещины, может развиться экзема и язвы. В развитых странах грибковые заболевания лечат, но при этом врачи констатируют, заражение грибком существенно увеличивает вероятность развития онкологии. И не только. Ожирение тоже связано с грибковой инфекцией. В связи с нарушенной экологией, сейчас очень часто встречаются грибковые заболевания. И в частности, такой грибок, как кандида, создаёт человеку очень много проблем. Это постоянная тяга к сладкому, это нарушение системы контроля аппетита за счёт того, что человек всё время хочет есть что-то сладкое. И вот эти углеводы поглощаются вот этой кандидой. А теперь информация для моих постоянных зрителей, которые этим летом собираются в Сочи. Дорогие друзья, 29 июня, а это будет пятница, в легендарном зимнем театре славного города Сочи состоится наша с вами творческая встреча. Будем говорить о том, о чём я не всегда могу говорить с экрана. Ху есть мистер Трамп, наш заклятый враг или завербованный московскими экскортницами последний патриот антиглобализма? Объединимся мы с Украиной или опять пойдём в Европу поодиночке? Почему Стивен Хогинг убеждал человечество сидеть на своей планете и не высовываться? И какая она на самом деле жизнь на других планетах? Отвечу на все ваши вопросы, послушаю вас, обменяемся автографами, пофотографируемся, поговорим. Билеты на сайте bill24.ru и в кассах зимнего театра. Итак, 29 июня встречаемся в зимнем театре города Сочи. На этот вечер после пляжа не планируйте ничего важного. Все в Сочи. Дача Интернешнл. Как проходит отдых на дачах в других странах? Рядом вот здесь вот машины, здесь железная дорога и прямо-прямо рядом тут за углом дачный участок. Если вы здесь выращиваете какие-то огурцы, помидоры, захотели бы вы лето есть, поскольку всё настолько загазовано. Отравленная земля. Кто портит плодородную почву? Наша цивилизация так развивается. И мы с этим пока не можем ничего поделать. Нейтрализовать эти почвы мы не можем. Прародителями дачи были садовые товарищества в Германии. Почти 400 лет немцы растят клубнику, огурцы и помидоры на своих участках. Но немецкая дача отличается от нашей русской. Нам не хватает шести соток, развернуться негде. А в Германии довольствуются тремя избережливости. Земля в Европе слишком дорогая, но это ещё не главное. Дачная философия. Вот в чём главное отличие. В Германии назначение дач строго регламентировано. На участке для выращивания овощей про шашлычок, гамачок и бадминтон придётся забыть. Ведь на такой даче закон разрешает только одно – работать. А ещё по неизвестной причине германским садоводам закон запрещает сажать на дачах фруктовые деревья выше двух метров. Так что ни яблонь, ни груш у немецких дачников нет. А это огороды жителей Туманного Альбиона. В Великобритании тоже есть любители шести соток. Вот так это выглядит. Тут немножечко как-то застрено похоже. Находятся сельскохозяйственные угодья в черте города, что для русского человека крайне непривычно. Рядом вот здесь вот машины, здесь железная дорога и прямо-прямо рядом тут за углом дачный участок. Если вы здесь выращиваете какие-то огурцы и помидоры, захотели бы вы лето есть, поскольку всё настолько загазовано. Стоят такие огороды 60 фунтов стервингов в год, и на них огромная очередь. А это японские дачи в Токио. В городе с 20-ти миллионным населением, где всё застроено и закатано под асфальт, люди на свой страх и риск создают сельскохозяйственные оазисы. Кстати, урожаи, выращенные на таких огородах, смертельно опасны. Послушайте, что говорят биологи. Всё, что растёт в черте города, пропитано выбросами выхлопных труб автомобилей заводскими. Почва загрязнена не на годы, а на века, и даже тысячелетия. Не случайно в крупных мегаполисах раз в два года приходится менять грунт на клумбах, где выращивают городские цветы, потому что за это время он накапливает большое количество вредных веществ и губит декоративные растения. Это городские поля аэрации. Здесь проходит очистку вся грязь мегаполиса. Мало кто знает, что осадки сточных вод могут приводить к повышению плодородия почв за счёт содержания органических соединений. Но при этом они содержат и не очень приятные для людей компоненты в виде тяжёлых металлов, патогенных микроорганизмов и других загрязняющих веществ. Растения поглощают и накапливают тяжёлые металлы, хлориды, нитраты. Вредные вещества – ртут, свинец, кадмий – через клеточную мембрану попадают из грунта в корни, стебли и плоды растений. А затем начинают участвовать в клеточном метаболизме. Это приводит к ускоренному росту и повышенной урожайности. Но употреблять в пищу такие растения нельзя, ведь тяжёлые металлы проникают в организм человека, вызывая хронические отравления и, как следствие, тяжёлые болезни. К сожалению, сейчас продают грунт под видом чернозёма. Он перенасыщен химией. И вот на самосвалах эту смесь недобросовестные предприниматели продают под видом тульских чернозёмов, каких-либо ещё. А в самом деле это очень грязная земля. Кустырное производство псевдо-чернозёма не требует особых затрат. Осадки сточных вод высушивают, расфасовывают и продают садоводам. Отличить настоящий чернозём от поддельного можно только в лаборатории. На вид они абсолютно одинаковы. Посмотрите, как выглядят свалки вокруг крупных городов. Их сушит солнце, поливают дожди. Вся ядовитая грязь уходит в почву, вредные вещества попадают в грунтовые воды и разносятся на большие расстояния. И с этим ничего нельзя поделать. Если почва загрязнена нефтепродуктами или ртутью, тогда основной опасностью становятся токсичные испарения, и дачники вдыхают их каждый день. Кроме того, такая земля часто заражена патогенными микроорганизмами. А это угроза самых страшных заболеваний – от туберкулёза до сифилиса. Мы попали в беду. Наша цивилизация так развивается. И мы с этим пока не можем ничего поделать. Нейтрализовать эти почвы мы не можем. Это приведёт к обилию мутаций в потомстве, к развитию бесплодия у наших потомков. Или будут рождаться дети-инвалиды, к сожалению. Это такое неприглядное будущее. Стоит помнить, что некоторые растения лучше других поглощают из почвы и накапливают в плодах свинец. Поэтому при подозрении на некачественную почву лучше категорически отказаться от употребления вишни и боярышника. Неслучайно во многих странах мира самостоятельное выращивание овощей и фруктов запрещено законом. Сельскохозяйственный биль Сената США С-510, принятый в июне 2010 года под угрозой уголовной ответственности, запрещает выращивать, делиться, обмениваться или продавать продукты, выращенные на садово-огородном участке. Этот биль издан под названием «Акт контроля над безопасностью выращиваемой еды». Владелец частного огорода может попасть в неприятности и стать нарушителем закона за выращивание и продажу обыкновенных овощей. Но в России всё по-другому. У нас никогда такого даже в мыслях не было, что можно запретить выращивать что-то на своей земле. Моя земля, что хочу, то и делаю. В России можно всё и сажать, и продавать. Летом на трассах вы увидите множество дачников с урожаем яблок, картошки, клубники. Но рискнёте ли вы покупать такие продукты? А теперь, внимание, дорогие зрители! Приглашаю вас на премьеру нового выпуска программы «Страшное дело», которая выйдет в эфир в субботу, 9 июня. Что будет? Рубрика «Рептилоида нашего времени» будет посвящена нашим проворовавшимся чиновникам. Потерявшим стыд богатеям, которые всё жрут и никак не могут нажраться. Нашей духовной оппозиции из патриарших прудов, что сидит по папиным квартирам, полученным во времена позднего Брежнева, дожалуется, что страна им, видите ли, попалась дерьмовая. При этом их собственное номенклатурное дерьмо им кажется, что пахнет исключительно фисташками. В рубрике «Спалите наши шкуры» поговорим о богатых и знаменитых, которые в погоне за известностью готовы на любое свинство. Ещё будет рубрика «Только не глотай» о том, на что способен современный человек ради дешёвой славы, дешёвых шмоток или дешёвой любви. Не учи учёного! В этой рубрике покажем, как на самом деле живут простые люди в Америке и в Европе без голливудских приукрашиваний. Ну а в околонаучной рубрике «А земля-то плоская» расскажем о самых невероятных, шокирующих, взрывающих мозг гипотезах, фактах и мистификациях, на которые так щедра окружающая нас действительность. Итак, в субботу, 9 июня в 18.00 и до самой полуночи беспрецедентный проект российского телевидения «Страшное дело». Не знаю, будет ли кому-то страшно, но обещаю, что не соскучимся. Незаметный враг. Как техногенные излучения губят пчёл? Пчёлы уходят из тех мест, где ставят вышки сотовой связи. Опасное электричество. Как воздействуют линии электропередач на человека? После дачи начинает болеть голова. Люди думают, что вот приехали на свежий воздух, начинается опьянение кислородом, кружится голова. На самом деле это из-за линии электропередачи. Полюбуйтесь на китайских фермеров. Из птичьих перьев и бамбуковых палок они делают вот такие приспособления. А затем вручную переносят пыльцу с цветка на цветок. Да-да, вы не ошиблись. Фермеры сами опыляют растения. Людям приходится делать пчелиную работу, потому что пчёлы в Китае вымерли практически полностью. И это стало катастрофой национального масштаба. Пчелиный мор начался в 2006. Сначала Америка, потом Европа, Россия, Китай. Абсолютно здоровые пчёлы по непонятной причине бросают ульи, полные мёда, и улетают в неизвестном направлении. А не успевшие покинуть улей гибнут. На дне улья вот столько пчёл. Ну вот и матка здесь. Биологи предполагают, что это связано с бурным развитием мобильной связи и появлением большого количества сотовых вышек. Пчёлы уходят из тех мест, где ставят вышки сотовой связи. Потому что вот это вот диапазон излучения, направленный на вот эти все смартфоны и там телефоны, каким-то образом нарушает их жизнедеятельность и оказывает неблагоприятное воздействие. А что же люди? Знакомьтесь, это Минерва Паламар. Она стала первым человеком, официально получившим пожизненную инвалидность в связи с электромагнитной аллергией. Вслед за ней новый недуг нашли у 39-летней француженки Марин Ричард. Пациенты жалуются на Wi-Fi и сотовые телефоны. От вредных излучений страдает всё живое. Орнитологи утверждают, что вышки сотовой связи сбивают с верного пути перелётных птиц, что приводит к их массовой гибели. Нам приносили даже глухарей. Видимо, у них здесь такие миграции, они очень большие, ну, где-то на километрах, может быть, 50-70, может быть, даже 100. И они у нас в зимнее время могут залететь на территорию Москвы. И нам они залетали. К нам они попадали тоже с травами, потому что они бьются тоже об стены, об какие-то вот эти провода. Доказано, что повышенной электровосприимчивостью страдает каждый тысячный человек. Головные боли, тошнота, учащённое сердцебиение, раздражительность. Одни не понимают причин, другие кожей чувствуют, как их медленно убивают невидимые электромагнитные поля. Лекарства нет. В Америке десятки людей вынуждены покидать мегаполисы и бежать в Грин Дэнк, единственный населённый пункт на Земле, который является зоной радиомолчания. На государственном уровне здесь запрещены не только Wi-Fi и сотовые сети, но и телевидение, радио, микроволновые печи и даже бензиновые двигатели. В России спасение от электромагнитных волн ищут на даче. Но часто люди забывают, что основные источники излучения есть и там. Посмотрите, какую убийственную мощь скрывают работающие линии электропередач. Я сейчас нахожусь прямо под линией электропередач, где было обнаружено превышение по электрическому полю. У меня в руках обыкновенная люминесцентная лампа. Я её подниму вертикально и будет заметно, что она начинает слегка фосфорицировать. Электрическое поле под высоковольткой настолько сильно, что лампа загорается сама собой. Зона излучения может достигать 200 метров в зависимости от мощности. Находясь в этой зоне, непрерывно можно заработать проблемы с сердцем, расстройство нервной и эндокринной систем и даже мутировать. Многие люди, проходя под линией электропередач, даже не задумываются об опасности. Даже если они слышат, что провода трещат, гудят, или веют статические разряды, всё равно это воспринимается как дань прогрессу, как такие памятники прогрессу, проходящие через наши города. Доказано, что интенсивное воздействие электромагнитных излучений сильнее всего бьёт по женщинам. Приводит к выкидышам и врождённым уродствам у детей. Но это не всё. В 1976 году в окрестностях американского города Денвера были обследованы люди, проживающие под линиями электропередач и вблизи трансформаторных будок. Эпидемиолог Нэнси Вертхаймер и физик Эд Липпер получили сенсационные результаты. За 10 лет риск онкологии увеличивается в 3 раза. В 1982 году шведский врач Ленард Томениус доложил, жителей Стокгольма косит лейкоз и рак головного мозга. Были измерены уровни излучения и напряжённость магнитных полей около жилых домов, метро, линий ЛЭП и железнодорожных путей. Показания приборов объяснили всё. В 150 метрах от ЛЭП уровень составлял 0,3 МКТ. То есть был превышен трижды. А как известно, при повышении индукции магнитного поля свыше 1,1 МКТ риск онкологических заболеваний возрастает почти в 4 раза. Останавливает ли людей этот факт? Конечно, нет. В Московской области есть посёлки Самосёлов, которые селятся в санитарно-защитной зоне линии электропередач, возводя свои дачные домики и грядочки прямо под проводами. У таких людей, к сожалению, не добавляется здоровья от того, что они живут постоянно в повышенном электромагнитном поле. И отдых на этой даче на самом деле превращается в некий изощрённый вид пытки. Люди уезжают в тишину, на чистый воздух, чтобы поправить здоровье на грядках, на солнышке. Но при всём при этом они подвергают свою нервную систему сильнейшему стрессу. После дачи начинает болеть голова. Люди думают, что это из-за того, что они опять же перетрудились в городе загазованном, и вот приехали на свежий воздух, начиная с опьянения кислородом, кружится голова. На самом деле это из-за линии электропередачи. Но это не единственная опасность. На дачах, так же, как и в городе, мы подвергаемся воздействию сотовых ретрансляторов. Сотовая связь – это тысячи станций и миллионы сотовых телефонов. Сеть функционирует, как большое количество одновременно работающих радиоканалов, где каждая базовая станция и каждый телефон излучают электромагнитную энергию. Человек круглосуточно находится в радиусе действия этих излучателей, а во время разговора по телефону подвергается настоящей опасности. Мы по большей части используем систему связи на свой страх и риск. Малейший дефект в антенне-приемнике или передачке в мобильном телефоне и сразу значение поскакивает иногда в сотни, иногда и в тысячи раз. Вот что происходит с головным мозгом во время разговора по мобильнику. Уже с 15-й секунды разговора отмечается угнетение альфа и тета ритмов биоэлектрической активности мозга. Человек становится раздражительным и нервным. Через минуту наблюдается увеличение температуры уха, барабанной перепонки и прилегающего участка мозга. Мобильник действительно поджаривает мозги. Через две минуты может начаться повреждение гематоэнцефалического барьера, который защищает мозг от токсических веществ и инфекций. На восстановление понадобится не меньше часа. В 2011 году Всемирная организация здравоохранения провела исследование, чтобы выявить связь электромагнитного излучения и опухолей мозга. Группу подопытных крыс подвергали низкочастотному облучению. Облученные животные чаще заболевали раком мозга, чем крысы из контрольной группы. Причем опухоли быстрее развивались у самцов, чем у самок. Переносить эти данные на человека преждевременно, заявили исследователи. Но на всякий случай классифицировали излучение сотовых телефонов как потенциально канцерогенное и ужесточили санитарные нормы. Если в режиме 2G-связи от обычного мобильного телефона, который там даже был просто на прием звонков настроен, от него было постоянное излучение, которое могло в принципе в предыдуке к антенне давать превышение электромагнитного излучения, то сейчас мобильные телефоны в режиме 3G, 4G дают даже в режиме разговора иногда излучение в сотни раз меньше, чем предельно допустимый уровень. И все равно воздействие ощущается. Японский доктор Хаджиме Кемата из больницы Юнитака Хоспитал Киота полагает, что микроволны, испускаемые мобильными телефонами, могут возбудить антигены, которые вызывают аллергические реакции типа астмы. Венгерский ученый Имри Фейс из университета Сигеда обнаружил, что мобильный телефон делает людей бесплодными. С ним согласились и российские репродуктологи. Они отмечают, что необязательно много говорить по мобильнику. Достаточно просто носить его в кармане брюк или на ремне. То есть у мужчины либо сперма вообще практически не вырабатывается, либо вырабатываются абсолютно мертвые сперматозоиды, с которыми невозможно зачать, никак создать эмбрион. Плохая экологическая обстановка, вредная пища и постоянный стресс фактически стерилизуют население. Уже сегодня 25% молодых семей не способны зачать ребенка. И это не предел, предупреждают ученые. Как же спастись от пагубного воздействия цивилизации? Конечно же дачи. Летом нам так хочется вырваться из каменных джунглей и отправиться на природу. Послушать пение птиц, поваляться на зеленой травке, отведать клубники, яблок и зелени, выращенной своими руками. Но не стоит забывать, что и это не панацея. Сегодня и почва, и урожай, и даже воздух могут нанести непоправимый вред здоровью. Будьте осторожны, отдыхая на даче. О страшных историй на сегодня больше нет. Что хочу сказать на прощание? Знаете, в жизни главное все-таки не бояться. Верьте мне, каким бы страшным ни казался враг, он обязательно будет разбит. А победа, чего бы она ни стоила, всегда будет за нами. До встречи уже завтра в программе «Военная тайна», как всегда, в 12.30. С вами был Игорь Прокопенко. И помните, с нами не страшно. Игорь Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok